Сегодня вас ждет интересное интервью с Роджером Глодей, управляющим юридической фирмы, которая занимает лидирующие позиции в рэнкингах Legal 500, Chambers Global и International Financial Law Review 1000. Почти 15 лет компания специализируется на сложных и комплексных спорах, в копилке которой сотни разбирательств в государственных судах и международном арбитраже. В интервью нашей программе Роджер Глодей рассказал о реализованных сделках, о том, какими качествами должен обладать успешный адвокат, а также поведал о своем увлечении йогой. Роджер, ты являешься одним из успешных адвокатов Молдовы в сфере коммерческого права, банковского дела и финансов. Я, честно говоря, не очень люблю слово «успех», «успешный», потому что оно немножко пьянит. Человек, который считает себя успешным, есть этот риск, что он быстро опьянеет. Знаете, как говорил Садгуру, можно ли дойти до самаки, до нирваны, до прозрения через какие-то психоделики, то есть через наркотики или так далее. Он говорит, да, можно, но это короткий путь, и он длится недолго. Я больше люблю, наверное, не успех, а достижения. Да, можно ли говорить, что человек чего-то достиг в этой жизни. И каждое достижение в жизни, оно открывает путь к новому достижению. Вот я рассматриваю с этой точки зрения, или, как кто-то говорил, мне очень понравилось, что я восхожу на гору для того, чтобы с этой горы увидеть следующую гору, на которую я хочу взойти. Да, вот с этой точки зрения все мои, или в последнее время я предпочитаю говорить наши достижения, это, конечно, наш актив. У нас уже сейчас футбольная команда, или даже больше, если хотите, целых 12 юридических апостолов, да, скажем так. Мы выросли, это большая команда по меркам Молдовы, да, и, может быть, это звучит не очень большой цифрой, потому что есть предприятия намного больше, но адвокатские конторы, в которых 12 центровых, да, вот это все мои коллеги, это настоящие личности, то есть каждый – это отдельная личность, отдельная фабрика. Расскажи вкратце, в чем заключается работа юридической фирмы? Вы ходите по судам или защищаете клиентов пламенными речами? Есть два составляющих – это консультации или юридическое сопровождение, и второе – это споры. Первое – нам больше нравится, потому что это креатив, да, это тогда, когда ты сопровождаешь сделки, да, например, вот опять же, первая частная больница, которая построилась в Кишиневе, мы сопровождали эту сделку. Или подключение Молдовы к трансгазу, к умынскому газу, мы тоже работали по этой сделке. Это очень развивающие для страны, прежде всего, сделки, после которых у людей появляются места работы, лучшие зарплаты и лучшее будущее в Молдове. Споры. Знаете, в последнее время мы стараемся споры больше предотвращать, чем разрешать. То есть вот буквально на прошлой неделе есть опыт, когда мы заключили крупное мировое соглашение между одним большим и крепким банком и, наверное, порядка 20 его клиентов, и между ними зрел спор серьезный в суде, на радость, наверное, тем адвокатам, которые бы поработали по этим сделкам, по этим спорам, и, наверное, нас тоже, если бы мы поработали в этих спорах. Но мы предпочли предотвратить этот конфликт. Мы встретились, пообщались с этими людьми, нашли вот эту точку разума, по которой люди начинают понимать друг друга. До сих пор они не слушались, даже пытались шантажировать банк тем, что вот выйдут на какие-то действия публичные. И вот мы нашли эту точку, после которой спор не перешел в судебный спор. Это радует, потому что это, знаете, это очень хорошо энергию перенаправляет в положительное русло. То есть вместо того, чтобы люди встречались, боролись, это, конечно, классно, идти в суд, пламенные речи, как вы сказали, но это не то, это не то. Потому что делом нужно разрешать, а не словами какие-то сложные ситуации. Как ты принимаешь решение вступить в дело? Должна ли сделка быть какой-то неординарной, может быть, интересной для тебя? Да, мы в последнее время стали более гурманами, я признаю. Ну что, мы стараемся зрить в корень, как говорил Кузьма Прутков. То есть если дело классное, интересное, глубокое, развивающее, если оно приносит, ну давайте по компонентам. Первое это то, что оно должно быть развивающим для страны. Будь то, например, строительство больницы. Первая частная больница Кишинева была построена с нашим участием. Мы там не клали кирпичи, мы это не умеем, но вот юридическое сопровождение сделки, финансирование со стороны международной финансовой организации, мы участвовали. И когда мы видели эту больницу, в которой сейчас принимают роды, в которой люди ходят и очень сильно хвалят ее, то мы чувствуем, что там где-то есть и наше участие. Вот такие дела, которые, понимаете, вот недавно опять же большая сделка Молдова подключилась к румынскому газу. То есть сделки, которые вроде бы коммерческие, но они развивающие, они для страны важны. Ну плюс те, которые для себя, для нас тоже хорошо развивают. Потому что мы учимся. Always be learning. Это в нашей конторе такой принцип. Мы всегда, постоянно учимся. И вот в больших сделках, работая с западными структурами, адвокатскими конторами, которые профессионалы, профессионалы на всю десятку, ты учишься у них. И в принципе они тебя никогда не считают третьим миром, младшим братом и так далее. Мы всегда наравне с ними. Они всегда нас ценят. Потому что он знает, что он определил стандарты. И если ты с ним работаешь, ты работаешь по этим же стандартам. Будь ты в Кишиневе, будь ты в Бухаресте, будь ты в Софии, будь ты, не знаю, где-то там в Париже или Лондоне, все работаем по тем же стандартам. Мы говорим на том же языке. Не языке просто как язык, а языке профессиональном. И вот это очень классно. Ты человек мира. Это глобализация в тебе. Какая у тебя была самая крупная сумма сделки, контракта? Это не секрет. Самая крупная – это было 500 миллионов долларов. То есть полмиллиарда долларов сделка. Были сделки 100 миллионов, если я вспоминаю сейчас. 40 миллионов, 60 миллионов. То есть, конечно, для мирового масштаба это маленькие сделки, потому что там говорят о миллиардах, особенно в области МНД, слияния и поглощения в области покупок компаниями. Там идет на Западе расчет идет миллиардами, десятками миллиардов. Для нас, для Молдовы, 500 миллионов – это много. Это крупная сделка. Это очень серьезная сделка, по которой мы работали с конторами адвокатскими из Лондона, Дублина, Киева, Бухареста и других столиц. И, опять же, здесь все работали по одному стандарту. Вот этот язык, о котором я говорил. Тот же язык, общий язык всех адвокатов из этих контор. И с клиентами, и с инвестмент-бэнкерами. То есть все в одном коле, в конференц-коле, звонке телефонном, было, я посчитал, 50 человек. 50 человек. То есть ты не можешь там пытаться построить свое предложение и не получиться у тебя, чтобы высота какая-то несуразица или нелепость, потому что ты 50 раз вот это раз получишься, что ты ошибся. То есть ты очень должен быть на уровне, на уровне, на высоте. Были у тебя моменты, когда приходилось рисковать? Либо все, либо ничего. Я очень люблю неопределенность, скажу вам честно, потому что мне кажется, что неопределенность держит наш ум свежим и тело молодым. Каждый день неопределенность делает нас более гибкими. Но я не люблю безрассудство. Я не люблю какого-то безрассудного риска, когда люди бросаются в омут с головой, не зная, что там и зачем это нужно. Нет, это, наверное, не для меня, не для нас. Есть дела, за которые ты ни за что, ни при каких обстоятельствах никогда в жизни не возьмешься? Когда я работал в банке, пришли рейдеры, и я ушел из банка, потому что я не хотел работать по их методам. Да? Это не мое. Через короткое время после этого один большой политик сегодняшний, олигарх, беглец сегодня, да, благодеятель, скобочка, пригласил и сказал, давайте вы будете моим юристом, и такая красивая легенда, мы вас знаем, вы самый умный и так далее. Я выслушав его, я подумал буквально несколько секунд, я сказал нет. Я сказал нет, потому что это против того, вот о чем мы говорим, вот этих принципов, вот это, знаете, чувство справедливости, чувство того, что ты можешь пройти по жизни без того, чтобы не надо прогибаться под изменчивый мир, уж лучше он прогнется под нас. Я думаю, что можно условно разделить на две категории, есть создатели, есть разрушители. Вот риск нашей профессии стать хорошим разрушителем, warriors, хорошим солдатом, да, в битве идей гибнут люди, говорил Ежелец, да, и вот сейчас это очень, кстати, видно на мировом масштабе, да, люди, которые не могут перенаправить свою энергию в креативное русло, становятся разрушителями, классными, сильными, мощными разрушителями, но в этом нет развития, да, и вот риск адвоката, что ты станешь классным разрушителем, каким-то конан-варваром, да, но это не то, не для этого мы учимся на факультете, не для этого мы always be learning, и не для этого мы каждый день ходим на эту фабрику, о которой я говорил, что вот мы в конторе маленькая фабрика, которая создает, она создает проект, она создает будущее. Вот я бы хотел, чтобы адвокаты были творцами, и тогда и все, наверное, их больше полюбят, потому что надо признать, что сегодня есть немножко такое предвзятое отношение к адвокатам. Чувство справедливости, первое качество, которое должен иметь адвокат, чтобы стать успешным, быть прямым, быть homo erectus, не прогибаться, но понимать людей, входить в их проблемы, быть в состоянии не включать свое эго, эго, в адвокатуре оно не проходит. Вот это мы переходим к третьему качеству, эмпатия. Я его называю эмпатия, способность поставить себя в ситуацию клиента, в ситуацию другой, не только клиента, вообще по жизни. Put yourself in the client's shoes. Это очень помогает. И клиенты очень ценят, когда ты не только его слушаешь, а еще и слышишь. Ты понимаешь, ты живешь, ты ему перезваниваешь, говоришь, слушай, я нашел тебе решение, так посмотри на часы, сколько времени. Нет, я нашел. Мне не важно, какое сейчас время дня. И тогда клиенты ценят, потому что жизнь, она не график, жизнь, она событие, жизнь, она постоянный какой-то паркурс, это постоянное движение. Какая у тебя есть черта, которая говорит о тебе, что ты адвокат? Ну, я думаю, что это вот та же справедливость, потому что, ну, без этого никак. Я не люблю в жизни, в уличии, я не люблю в жизни, когда человек в кривизну пошел, когда человек является, не знаю, хитрым, ушлым. Если я чего-то добился, то это все было вот именно чувством справедливости и вот этим желанием сделать вещи так, чтобы в конце концов они приносили благо людям. Когда тебе пришло желание защищать, нести в мир справедливость? Может, кто-то повлиял на тебя? Это мой отец. У него было острое чувство справедливости. С детства, прикиньте, в те времена, в советские времена, быть врачом, главврачом. Потом, когда тебя все хотят втянуть в партию, в политику, а ты должен выдержать, для того, чтобы пройти через время, через жизнь не сломиться и не согнуться. И вот это чувство, наверное, где-то интуитивно оно перешло ко мне. Мне очень нравится моя работа. Я нашел в ней цель. Я нашел в ней цель. Кто говорил, есть у меня один любимый ведущий на Западе, Том Белье, который говорит, что если жизнь прожить без цели, это как нападающему бегать по полю без того, чтобы забивать. Что мне нравится в нашей работе, это то, что ты можешь остаться независимым и делать хорошие дела. То есть, это не столь и не только нашей конторы касается юридической, а вообще моей профессии, нашей профессии. Ты можешь сделать хорошее дело дома и ты можешь в это время заработать. Earn while you learn, как говорят американцы, скажем так. То есть, ты зарабатываешь, в то время, как ты учишься. А что для тебя, адвокатур, это бизнес или искусство вести процесс? Не может быть просто бизнес. Да, то есть, если ты не любишь это делать, если это не является целью твоей деятельности, то ты не сможешь стать классным адвокатом. Обязательно должно быть вот это внутреннее понимание, вера, вера в то, что то, что ты делаешь, это правильно, для того, чтобы когда начнутся бури и ураганы, чтобы тебя это не подмяло. Работа работой, а йога по расписанию. Я знаю, что ты очень любишь заниматься йогой, и ты являешься первым молдаванином, который посетил мировую столицу йоги, Ришикеш. Ришикеш, это, конечно, интересный эпизод. Я был первым послом йоги Молдовы. Ришикеш, если вспомнить, это то место, это мировая столица йоги. Это там, где лучше всего чувствуется вот эта любовь между горой, мужским началом, Гималайи, и рекой, Гангой, женское начало. Знаете, в Ришикеше были и Мирчайляди и Битлз. Но Мирчайляди после этого написал хороший трактат о йоге, а потом еще Майтрей написал хороший роман, чистые, красивые вещи. А Битлз просто немножко пришли обкуренными. То есть важно, с чем ты идешь туда. И я попытался оттуда привести с собой то, что я сейчас ношу каждый день с собой. Это мой гуру сказал однажды. Everything is inside. И теперь, когда я куда-то собираюсь, я сижу и думаю, а надо ли нам где-то искать себя? Или мы можем здесь найти себя, если правильно повернуться к себе лицом? Ты считаешь себя вообще успешным человеком? Я считаю, что я многого достиг в этой жизни. Есть много вещей, которые нельзя купить за деньги, которые у меня есть. Ты многого достиг в сфере своей деятельности. Не думал, кстати, сходить в политику? Политика интересное дело, конечно. Я не то, что не думал. Я, будучи студентом, стал членом одной партии. Правда, на второй день я вышел из этой партии, потому что это было просто, когда мы с ребятами сидели в общежитии. Да, наверное, я постоянно смотрю на то, что происходит, но столько времени, сколь политика будет жить по принципу, знаете, как есть такая поговорка, полиция занимается общественным порядком. Общественные беспорядки ее не интересуют. Примерно такая же ипокризия, двуличие пока есть в политике. Способны ли мы это поменять? Конечно же, да. Конечно же, да, потому что мы видим и другие цивилизационные подходы. Готовы ли мы к этому? Может быть. Может быть. То есть, я не говорю нет. Я считаю, что у нас есть долг перед обществом. Я пошел, например, преподавать, потому что я посчитал, что у меня есть долг. Я там не зарабатываю, но я должен отдать свои знания, свои навыки молодому поколению. То есть, я начал с этого 20 лет назад. Я ушел через год, потому что я не был готов быть преподавателем. Сейчас я напросился быть преподавателем и в Национальном институте юстиции и в будущем судьям и судьям, и в университете, и в школе адвокатов, потому что у меня есть долг перед обществом. Я должен этот долг вернуть. Может быть, и с политикой такое произойдет. Кто знает, я сказал, что я люблю неопределенность. А что для тебя быть на высоте? Ну вот. Быть всегда на высоте? Нет, всегда на высоте это неинтересно, наверное. Мне, наоборот, нравится up and down. Мне нравится вскарабкиваться на гору, мне нравится спускаться с горки. Вот буквально на прошлой неделе мы были в Старом Агеве, мы карабкались на горку, мне это очень понравилось, потому что это непосредственно то, что мы делаем посредственно в обычной нашей деятельности, в каждодневной нашей деятельности. То есть быть на высоте да, это означает зайти на горку, на гору, наверное, не на горку, берите выше, цельтесь всегда в звезды. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!